И я снова вас всех приветствую, друзья, на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей и сегодня я по вашим многочисленным просьбам расскажу, что же такое зубомер и как, собственно говоря, производится, и что он выполняет, какие функции, и как производится измерение параметров с его помощью. Для этого нам сегодня понадобится чертеж шестеренки, и сама шестеренка, и вот этот вот зубомер. Давайте коротенько пройдемся, потому что в нем есть. Вот это вам ничего не напоминает? Именно, да, если так просто сказать, то, ну так как не просто сказать, а если сказать своими словами, то зубомер, это сочетание, ну это моя личная, так сказать, формулировка, это сочетание штангенциркуля с глубиномером. То есть вот это идет штангенциркуль, и перпендикулярно ему, с такой же шкалой нониуса, с такой же штангой находится глубиномер, да, то есть вам нужно, вообще вся задача зубомера, это помочь вам измерить на определенной высоте толщину зубчатого венца. Это происходит достаточно просто, здесь все эти крутелочки, нет смысла про них говорить, это все понятно, это вы все знаете из курса про штангенциркуль, поэтому, смотрите, переходим сразу к практике. Есть у нас, если мы посмотрим на чертеж, если мы посмотрим на чертеж, делительный диаметр есть, так, и номинальная толщина зуба, номинальная толщина зуба, вы видите, по дуге делительной окружности. В данном случае, на нашей детали, она составляет 8,359 мм. То есть, если взять чертеж, то нам необходимо измерить размер, размер вот этого вот расстояния, поделительной окружности отсюда и вот до сюда, то есть, вот эту толщину. Вот на этом расстоянии, вот на этом расстоянии, размер детали будет, должен быть равен 8,359. Как же рассчитать, если вы видите, ну, возьмем, что у нас здесь, например, 80 мм, так, берем, что у нас здесь 80 мм, для ровности счета у вас могут быть абсолютно разные значения, 80 мм, ну и здесь возьмем 67, примерно, да, получается, ну, не 67, а 268, вот для ровности счета возьмем. Получается 12 мм. Так как шестерня круглая, то считаем на одну сторону. 12 делим на 2, получается 6 мм. Что мы должны сделать в данный момент? Мы должны вот здесь, в этой шкале, которая у нас позволяет нам набрать, так называемую, высоту, должны выставить расстояние, равное 6 мм. Итак, ну, плюс-минус, уже точно здесь неважно. Ставим 6 мм и фиксируем. Зафиксировали. Так. После чего приступаем непосредственно к измерению нашей шестерни. Видите, у меня вот эта часть, она упирается вот здесь, вот, по наружному диаметру. То есть, когда эта часть уперлась в наружный диаметр, это говорит о том, что мы дошли до того именно, того сечения, в котором мы должны проводить измерения. Далее, дело техники. Зажимаем. Получается вот такая ситуация. И вот, видите, если так вот присмотреться к этим вот, они меряют именно по губке, берут за делительную окружность. Собственно говоря, вот так и производится измерение номинальной толщины зуба по делительной окружности. Я думаю, что это небольшое видео вам понятно. Вы обязательно поставите лайк. И обязательно напишите в комментариях все то, что вы о нем думаете. А я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дизлайки, если не понравилось. Пока-пока.